Ну что ж, друзья, всем добрый вечер. Эфир Абакан 24 продолжается. Работаем для вас в прямом эфире. Как всегда, вечерний эфир продолжает. Интересные гости. Говорим об актуальных темах. И сегодня разрешите мне представить моего гостя. Это заместитель начальника центра ГИМС Александр Попов. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер. Я думаю, что вы уже поняли. Если речь идет о ГИМСе, значит речь пойдет о воде. А как раз о тех происшествиях, которые происходят на воде. Перед тем, как начать эту беседу, мы с Александром поговорили и решили начать наш диалог в таком тоне, что мы расскажем о многих несчастных случаях, которые происходили, к сожалению, совсем недавно происходили, происходят в нашем городе, в нашей республике Хакасия. Ну и кроме того, мы поговорим, от чего это происходит. Я думаю, будем как-то глубоко рассуждать о том, что не всегда все могут, все эти ситуации могут предотвратить спасатели, могут предотвратить профилактические мероприятия. Многие ситуации могут предотвратить просто наше с вами неравнодушие, которое начинается в семье, начинается в сердце каждого из нас. Александр, вот первый вопрос. К сожалению, у нас совсем недавно ребенок погиб на воде в городе Абакани. Как уже вы воспринимаете такие новости, такие происшествия? Казалось бы, сколько раз говорили, казалось бы, сколько раз предупреждали. И сама мама говорила о том, что она запрещала детям приходить на водоем. Но случилось то, что случилось. К таким вещам нельзя относиться равнодушно. Такие вещи всегда являются горем, всегда являются бедой, и не оставляют равнодушными, не только родители и близкие, но и нас, тех, кто по своей работе учитывает это все дело, все происшествия, и проводят профилактическую работу, в том числе и с детьми. Вполне вероятно, что, говорится, и в той школе, где учился ребенок погибший, говорится, проводилась эта работа. Работа ведется постоянно. И работа ведется не только на водоемах, работа ведется в учебных заведениях, работа ведется в организациях, ведется пропаганда по телевидению, ведется пропаганда по радио, в печатных изданиях. Все направлено на то, чтобы донести как можно больше информации, что соблюдая элементарные правила безопасности на водных объектах, можно избежать трагедии. И зависит это не только от родителей, не только от самих детей, но и от тех, кто окружает их. Если дети видят, что другие взрослые поступают так, как им запрещают дома, то почему бы не поступить им так же? Поэтому, если мы все будем являться примером для окружающих нас детей, как не нужно делать, как нужно правильно поступать в тех или иных ситуациях, то, соответственно, и дети окружающие нас будут вести себя подобным образом. Если родители запрещают, то однозначно это должно быть для детей тем запретом, тем препятствием, которое не должно позволять им идти и делать так, каким хочется, вопреки запрету родителей. То есть все-таки... Ну, то есть не должны были просто... Мама сказала нет, не должны идти. Должно все воспитание, начинается все с семьи. И трагедия, которая произошла, она могла быть еще больше. То есть там было трое детей. Трое детей 10, 12 и 10, да, по-моему, лет? Да. Вот. Получается, что второго, то есть брата, говорится, погибшего ребенка, говорится, спас его друг, то есть помог выбраться из воды. И могло быть еще хуже, говорится, но тем не менее. Расскажите про это место. Это место рядом с жилым районом Южный, улица Мира, да, то есть это получается выход на Южную Дамбу к реке Абакан. То есть это место, где, в принципе, всегда много детей, отдыхающих, дети нашего города, взрослые знают это место. Какие там опасности? То есть получается, сильные течения, вот эти круговороты, что там происходит? Понимаете, все необорудованные места, они из себя представляют опасность. Не только конкретно это место. Все необорудованные места представляют собой опасность. То есть там нет спасателей, там не проверено дно, там, говорится, будет быстрое течение, возможно, водовороты, какие-то коляги, что-то еще. Поэтому в таких местах купаться не рекомендуется. Не нужно купаться в таких местах. Есть специально оборудованные места, давайте стараться купаться на них. То есть получается, что детям показалось, что здесь мелко, они решили перейти вот на эти маленькие островки, которых очень много на реке Абакан, да, как раз в том районе, и попали вот в этот водоворот, да, и река очень быстрая. Вполне вероятно. То есть, если бы я там был, я думаю, про таргедию бы не произошло, я смог бы рассказать вам более подробно. То есть именно то, как это произошло досконально, я вам, к сожалению, рассказать не могу. Вы сказали о том, что, в принципе, не застрахован от такой трагедии ни ребенок, ни взрослый человек, а все потому, что река коварна, и то есть можно, ну, как сказать, захлебнуться, утонуть даже там, где, казалось бы, мелко, да, вот. Река, она, в принципе, говорится, всегда, говорится, коварна, быстрое течение, может подхватить, говорится, и если здесь находится мелко, то буквально через 10 метров может быть большая глубина, которую уже не достаешь дна, и можно, сказать, захлебнуться. Поэтому, где есть течение, там всегда есть повышенная опасность. Наш городской пляж, место оборудованное, где дежурят спасатели, там тоже неоднократно спасали людей, к счастью, все истории, многие истории закончились хорошо, но там тоже вот дренажные каналы, поэтому ваши коллеги, например, там не рекомендуют прыгать с моста, потому что тоже можно и удариться об воду, и удариться там, возможно, и одно, и так далее, и вообще это небезопасно, да, то есть это еще, на городском пляже тоже есть какие-то свои опасности, которые, вот эти черту, которые переходить нельзя, да? Ну, конечно, потому что прыгать в воду можно со специально предназначенных для этого приспособлений, вышки, мостки, что-то еще, говорится, мост, для этого точно не предназначен. Мост – это пешеходная зона, где люди должны переходить через водоем, и, соответственно, говорится, никто там, говорится, не будет оборудовать безопасное приземление, приводнение, вот, и, конечно же, говорится, есть опасность того, что можно получить какую-то травму. В целом же дренажные каналы города Абакана, они ведь тоже не предназначены для купания? Совершенно верно. Как часто вы там наблюдаете людей, которые в любом случае хотят и лезут в воду, им, как говорится, закон не писан, все равно идут, вот, что делать? К сожалению, людей много наблюдаем, раздаем памятки, проводим беседы, стараемся объяснить, до кого-то доходит, до кого-то не доходит. Но дренажный канал вокруг города Абакана, это является гидротехническим сооружением, и он не предназначен для купания, либо для плавания на маломерных судах, вот, о чем и выставлены соответствующие аншлаги, о чем проводим работу, то есть проводим беседы. Но, к сожалению, люди не все нас слышат. Вот вы еще скажите, наверное, в очередной раз опасность этих дренажных каналов, потому что неравномерное дно, подземные ключи, которые могут, ну, холодные... Не только неравномерное дно, а зачастую очень крутой склон, то есть буквально один шаг, и глубина достигает трех метров, то есть там, говорится, глубина в дренажных каналах вообще достигает шести-восьми метров. Вот, и, соответственно, говорится, на такой узкой ширине, понимаете, что, говорится, склон будет очень крутой. Соответственно, говорится, два шага, и дна уже нету. То есть просто так войти туда в воду еще можно, если умеешь плавать, а вот выйти уже бывает проблематично. Соответственно, говорится, возможно, без чьей-то помощи не получится даже выбраться на берег в каких-то местах. Вот. Плюс ко всему, очень неравномерная температура воды. То есть там, где и бьют ключи, то температура будет, говорится, близка к четырем градусам. То есть если везде, говорится, там 20-25, там плюс 4, говорится, и, соответственно, возможно, говорится, и судорога, говорится, и просто потеря ориентации, если нырнуть. Вот. Ну, и плюс к этому. На дне, возможно, различные препятствия, какие-то предметы. Коряги, может какие-то граждане недобросовестные, там, покрышки выкинули, что-то еще, проволока, арматура, на которую можно добраться, зацепиться и, опять же, говорится, получить либо травму, говорится, либо, чтобы не будет возможности всплыть. Поэтому это опасно. Я предлагаю, Александр, нам сейчас прерваться буквально на несколько минут и посмотреть сюжет, который снимали сегодня наши коллеги, о том, как спасатели сегодня, ваши коллеги, раздавали памятки в городе Абакане, чтобы люди были аккуратны, то есть правильно вели себя на воде и не купались там, где это запрещено. Давайте посмотрим маленький репортаж, а и далее вернемся к нашу студию. Давайте. Значит, ребята. Если сегодня мальчишкам удалось уйти от ответственности, то в следующий раз за подобный поступок придется отвечать родителям. Согласно республиканскому документу, детям до 16 запрещено появляться у водоемов и уж тем более купаться без сопровождения взрослых. Но, тем не менее, лето, каникулы и сотни мальчишек и девчонок, отдыхающих в компании сверстников, без взрослых. К сожалению, зафиксирована сейчас гибель подростка на реке Абакан. На той неделе, у нас в четверг, он находился без взрослых на водоеме и могло быть трагедии больше. С ним еще были два подростка. Эти два подростка сумели выбраться. Один, к сожалению, не сумел погиб. Взрослые, которые пытались его спасти, тоже могли погибнуть. Там был сильный водоворот, но они, ребята были умелые, выбрались сами. Но, к сожалению, подростка не смогли спасти. Чтобы такого больше не повторилось, специалисты управления ГОЧС Абакана совместно с полицией проводят подобные рейды. В Абакане увеличено количество патрульных групп, которые следят за безопасностью горожан на пляжах зоны отдыха и на остальных водоемах города. Устанавливаются дополнительные знаки, которые ориентируют людей, где можно, а где нельзя купаться. Также проводится разъяснительная работа с отдыхающими. Их привлекают к административной ответственности за различные нарушения. Притапливание бонов – это у нас нарушение, считается. Заплыв на территорию пляжа на любом виде судна. То есть гидроциклы, катамараны, лодки, за исключением спасателей. Спасатели на лодке имеют право работать. Остальные ни на каких видах плавающих средств не могут находиться на территории пляжа. Ну, там значительное количество есть нарушений у нас. Нельзя находиться с собакой на территории пляжа. Это запрещено у вас, кроме собак-поводарей. Какие правила безопасности надо соблюдать при нахождении на водоеме, знаете? Глубоко не заходить, если не умеешь плавать. И все. И присутствие родителей надо будет. А ваши где родители? Дом. Ну, там где-то. Там где-то загорают. Профилактические рейды проводятся в Абакане регулярно. Задача проверяющих – не пристыдить и наказать нарушителей, а предотвратить несчастные случаи на воде. В связи с этим специалисты ГО и ЧС обращаются ко взрослым, чтобы в летнее время были особо бдительными и следили за детьми. Не отпускали одних купаться и проговаривали правила поведения на пляже. А самое главное – показывали хороший пример. И, возможно, тогда будет меньше несчастных случаев. Надежда Савельева, Александр Кожевников, новости. Ну что, Надежда Савельевна очень правильно заметила о том, что все идет из семьи. То есть сами взрослые должны быть примером для детей. Я не видела сейчас в сюжете, чтобы с моста прыгали взрослые дяденьки. Видела только молодых парней, которые прыгают с моста. Для них это такой азарт, это классно. И штрафы, и какие-то нравоучения ваших коллег им, в принципе, не помогают. Для них это просто веселье. Получается, что только трагедия может остановить. Что же еще нужно делать? Я думаю, что даже трагедия в данном случае не поможет. Все-таки нужно усиливать контроль за этим местом и проводить дальнейшую работу. Знаете, теперь еще вот тоже в этой плоскости будем разговаривать с вами дальше. Сейчас за окном действительно очень жарко. Всем хочется освежиться, хочется покупаться в реке, в водоеме и так далее. Многие люди уезжают из города и останавливаются на берегу различных рек. Понятно, что на каждой реке нельзя оборудовать пляж, чтобы там было комфортно и безопасно. Мне бы хотелось, может быть, чтобы вы дали советы нашим зрителям, нашим отдыхающим, как правильно нужно выбирать место для купания. И вот очень же часто бывает так, что кто-то, например, умеет плавать, он заходит первый в воду, прощупывает дно, да, и потом уже говорит, здесь можно купаться или нет, безопасно. Какие бы вы дали тоже советы? Первый совет. Научиться всем плавать. Это, скорее, не советы, а рекомендации, пожелания. Тем более сейчас лето, вода теплая, водоемы есть. Научите плавать своих детей, научитесь плавать сами. Это первое. Это самое такое, пожалуй, основное, что повысит вашу безопасность на водоеме. Далее, как вы уже правильно сказали, что тот, кто умеет плавать, он заходит первым и проверяет, если что-то место незнакомое для вас, но выбирать его нужно без... То есть так, чтобы место было без быстрого течения, без видимых водоворотов на воде, чтобы берег был не обрывистый, то есть более-более пологий, и, по возможности, без растений, которые торчали бы из воды. Потому что там, где есть торчащие кусты и что-то еще, то есть там и большая вероятность, если повредить себя, говорится, при заплыве, либо при спуске, подъеме в воду. Надо смотреть еще на берег. Пологий он или нет? Конечно. То есть, чтобы берег был не обрывистый. Не обрывистый. Был более пологий берег, да. А температура воды имеет значение? Ну, судя по тому, по количеству людей, которые купаются в христианские, говорится, праздники, не очень имеет значения. То есть для каждого человека температура воды комфортной является своя. Вообще, конечно, наиболее приемлемой и комфортной температурой для купания считается температура воды от 20 до 24 градусов. Рекомендуйте? Нет, даже не рекомендуйте. Что скажете, когда бывают компании, которые сплавляются по рекам, делают такие небольшие остановки на территории водоемов, ну, на поверхности водоемов, и тоже начинают купаться прям вот посередине, где, как кажется, более чистая вода и так далее. Какие там могут быть подводные камни, может быть, течения и так далее? К ним относятся все те же советы, что сказал до этого, потому что что на средине водоема, говорится, что на окраине водоема, опасности будут одни и те же. Только единственное, что до них будут дольше добираться, говорится, спасатели, либо другие жители, которые находятся рядом, и не смогут прийти к ним на помощь. Скажите, пожалуйста, к туристам, которые собираются прокладывать водные маршруты у нас по рекам Хакасии, такие же требования, как и к пешим туристам. То есть обязательно нужно сообщить спасателям, что группа идет туда-то, туда-то, или, в принципе, нет. Понимаете, как говорится, обязать всех, конечно, мы не сможем, но это рекомендация, которая, скажем, прям такая настоятельная рекомендация ко всем, кто собирается именно по путешествию по территории Хакасии, если вы по соседним регионам, обязательно сообщить, куда вы направляетесь, где вы будете выходить, где будут контрольные точки, откуда вы сможете связаться, тем более, если это будет маршрут на несколько дней. Потому что если вдруг что-то случится, и вы в определенное время не вышли на связь, вам смогут прийти на помощь. Если вы этого не сделаете, вас не будут знать, где искать. Тем более, вот последнее время, почему-то как-то вот именно последние дни столько тревожных новостей приходят из природного парка Иргаки, оттуда постоянно кого-то эвакуируют, что-то происходит, то есть люди, видимо, не рассчитывают свои силы, идут в такие сложные походы, и с ними там может что-то произойти. Это дело даже, пожалуй, не в сложных походах, а в очень большом количестве людей, находящихся в этом парке. То есть то количество людей, которые там находятся, и, соответственно, очень много людей, которые идут неподготовленные. И не то, что не рассчитав силы, а не хватая где-то навыков, где-то, говорится, сноровки, где-то действительно не рассчитав силы, можно получить травмы. Очень легко. Даже там, где, говорится, проложена экотропа. Прежде чем еще прийти к статистике, которую вы тоже владеете, в плане того, сколько у нас людей пострадало на воде, еще хочу с вами поговорить вот на какую тему. Как вы относитесь к так называемым водным походам, когда люди сплавляются по порогам, берут плоты, лодки? И сейчас это очень популярно. Даже есть некоторые туристические услуги, которые предлагают туристам ну, вот такой вид отдыха. Как вы к этому относитесь? И насколько могут спасатели повлиять на организацию таких туристических маршрутов? Потому что, мне кажется, нужно, чтобы рядом был хороший опытный проводник, как вам так кажется. Если вы сами не являетесь, скажем так, туристом с опытом, то, конечно же, отправляться в такое путешествие без опытного товарища, это, конечно, не целесообразно. Как и всегда, есть определенные правила, которые нужно соблюдать. То есть, если вы собрались сплавляться, то обязательно, чтобы вы были в жилете, чтобы жилет был одет правильно, то есть, чтобы был застегнутый всегда. Находясь на воде, находиться в жилете. Это первое правило при любых сплавах. Есть и пороги, защищаем голову, защищаем конечности и соблюдаем те правила, которые опытный инструктор вам говорит, как себя вести в тех или иных ситуациях. Выполняешь его команды. Запрещается переходить с места на место без уведомления старшего на плоту либо на катамаране. И другие подобные, говорится, мелкие правила, которые обычно объясняются перед началом сплава. А так, туризм как туризм. Ну, у вас не было на практике встречи с туристическими группами, и вы, например, отдавали себе отчет, что люди, в принципе, не готовы, а пошли ради экстрима, ради красивой, яркой картинки, ради чего-то необычного. Неготовых людей нет, не встречали. Все-таки большая часть тех, кто выходит на воду, говорится, и начинает сплавляться, тем более, если это организованная какая-то группа, они все-таки все правильно экипированы и ведут себя так, как нужно. Вы знаете, Александр, все-таки лето, но и хоть и беззаботная пора, пора отпусков, когда мы немножко все расслабляемся, выдыхаем, но все-таки, мне кажется, это еще и тревожная пора, в плане того, что действительно мы отдыхаем чаще всего на водоемах, ездим на море и так далее, на реку. И вот вода, она действительно представляет собой какую-то колоссальную опасность. И действительно ли именно в летний период вот этот подъем людей, которые пострадали из-за своей беспечности? Да, конечно, потому что большая часть людей, которые погибают на водоемах, приходится на летний период, то есть в зимний период. Сидят все дома, кутаются, да? Ну, далеко не все сидят дома, вот, но, тем не менее, говорится, количество происшествий на водоемах намного меньше, чем в летний период, конечно же. Причина. Беспечность, алкогольное опьянение, что? Беспечность, алкогольное опьянение, недосмотр взрослых и то, что касается детей, переоценка своих возможностей, несоблюдение правил поведения, то есть какие-то, так говорится, неоправданные риски поведения на воде, то есть где-то откуда-то нырять, там, где неизвестно, какое одно, глубокое заныривание в водоеме, где большая глубина, то есть там, соответственно, будет другая совершенно температура и, возможно, неприятные эффекты для здоровья и другие моменты. Вы сказали, что часто люди недооценивают свои силы, то есть получается, там, расхрабрились, возможно, выпили чего-то горячительного, идут в воду, что там происходит? Сводят мышцы, не дай бог, остановилось сердце, или что, или хотят показать, как они хорошо плавают и там тоже происходит? Далеко заплыли, проблемы с сердцем, проблемы с осведением усведенными мышцами, в том числе, зачастую, говорится, зацепились за круг или что-то такое, говорится, ветром отнесло от берега далеко, то есть обратно до них не смогли добраться. То есть вариантов здесь развития трагедии, к сожалению, много. Как может сам себе человек в этом случае помочь? Или нужно обязательно назвать на помощь? Знаете, зачастую позвать на помощь человек просто уже не в состоянии, потому что когда он понимает, что начинает тонуть, позвать на помощь уже сложно. И с берега многие просто не умеют определить, что человеку уже требуется помощь. Все ждут, что начнет кричать, спасите, помогите. А человек, который попадает в беду, зачастую он просто не может уже позвать на помощь. Поэтому одним из признаков того, что человек находится в беде, это будет его бить руками по воде, то есть уходить под воду, выныривать оттуда. То есть и те движения, которые обычно не свойственны плывущему человеку. Но если такое видите, опять же, не оставайтесь равнодушными, проявите внимание и возможно, вы спасете чью-то жизнь. Вам приходилось спасать людей? Лично мне нет. То есть когда я находился на водоемах, таких случаев может быть, к счастью, не было. То есть если человек видит, что что-то происходит с его знакомым, просто человеком, который на воде и он ведет себя неестественно, нужно сразу помогать. Или звать на помощь тех, кто умеет плавать. Да. То есть лучше лишний раз проявить внимание и бдительность, чем, говорится, потом выяснится, что вы видели, как человек начал утонуть. Что делать на берегу? Искусственное дыхание, что? Прежде всего освободить, говорится, ротовую полость, говорится, от каких-то посторонних предметов, вылить воду, которая находится в полости рта либо в горле. И далее уже, говорится, если отсутствует дыхание, сердцебиение, проводить искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, до приезда медиков либо спасателей. Скажите, пожалуйста, вот, может быть, есть такие данные, вы это замечаете, если человека уже вытащили из воды, будь то это взрослый ребенок, к тому, возможно, быстрее придет себя взрослый ребенок в своей связи с организмом, или тут зависит от того, насколько человек нахлебался в воде? Будет зависеть от того, сколько человек находился без доступа кислорода, конечно же, прежде всего. То есть, независимо от того, как говорится, ребенок или взрослый, то есть, здесь будет зависеть именно от индивидуальных особенностей организма и сколько человек находился в воде. Если у нас в Абакане, или, может быть, будет это ваша какая-то инициатива, проводите курсы, может быть, летом оказания помощи пострадавшим, тонущим людям. Есть такая как бы инициатива, хотелось бы, многие у нас люди умеют оказывать первую помощь. Насколько я знаю, говорится, курсы, говорится, матроса-спасателей, они в Абакане есть, то есть, как раз, где будет объяснено, то есть, как себя вести, как помогать, как спасать и оказывать первую доврачебную помощь. Хотя, я думаю, что, говорится, если бы такие были курсы для всех желающих, то это пользовалось популярностью, это было полезно. А еще, наверное, вы выступаете за то, чтобы все умели плавать, да? Однозначно. То есть, я к этому уже сегодня призывал, то есть, что научитесь сами плавать, и научитесь своих детей плавать, конечно. А вот тоже, надо же знать, как учить плавать. Не у всех получится. Конечно, не у всех получится. Для этого, говорится, есть секции обучения плаванию. Даже в городе видел ни одно, ни два объявления, то есть, что по обучению плаванию. Не можете научить сами, обратитесь к специалистам. Есть такая еще категория людей, которые, ну, независимо от обстоятельств, стали спасателями. Я имею в виду, спасли жизнь ребенку на воде, как знакомому, прохожему, ну, вот тот, кто оказался в беде. Часто ли у нас такие случаи происходят? Вы знаете, из тех, которые мы знаем, достаточно часто, то есть, и, наверное, еще больше тех случаев, о которых не знает никто, кроме тех, кого спасли. И отношусь с огромным уважением к тем людям, которые не побоялись броситься на помощь, оказать помощь в воде, потому что это достаточно опасно. Не умея достаточно хорошо плавать, крайне опасно направляться на помощь к человеку, находящемуся в воде. И те, кто помогли уже, которые спасли другого тонущего человека, они заслуживают поощрение и уважение окружающих. Им вручают награды, да, в конце года? Если мы о них знаем, то да. С каким чувством они их принимают? Гордятся ли они своими поступками? Наверняка знаете. Чаще всего смущаются и говорят, что поступил бы так каждый. А бывает так, что люди после этого хотят связать свою жизнь стать спасателями? Вот, например, дети. Из детей, я думаю, что многие станут, потому что они изначально уже морально готовы к этому. Потому что в спасатели и, в принципе, вообще эту систему МЧС редко попадают люди случайные, которые не готовы пойти на какие-то жертвы ради других, которые ставят себя выше жизни остальных. Здесь все-таки работают те, которые прежде всего готовы отдавать больше, чем получать. Молодых кадров у вас теперь много? У нас пока, скажем так, нет столько вакансий, чтобы, как говорится, взять всех молодых кадров. Ну, я так понимаю, что у нас же есть специальные учреждения, где учат нас спасателей. В принципе, желающих всегда поступать на эту профессию немало. Да. Берете мальчиков и девочек? Все-таки вот в наших подразделениях, то есть, у нас не столько спасательное подразделение, а именно государственные спецы по маломерным судам, все-таки у нас предпочтение отдается, говорится, ребятам. Ну, вот еще такой вопрос под занавес нашего эфира с вами. Смотрите, сейчас очень многие люди плавают на САП-досках. Это такие доски, которые как плоты, да, и тоже, в принципе, очень многим нравится. Какие правила безопасности на этих досках, чтобы вы какие рекомендации дали родителям и детям? рекомендации, рекомендация, опять же, говорится, не снимать, пока вы находитесь на водоеме, спасательный жилет. То есть, находясь на сабборде, все-таки спасательный жилет, он там необходим. Не видел еще ни одного, кто бы с первого раза встал на такую доску и ни разу не упал в воду. Второе, учиться плавать на ней на мелководье, потому что забраться на доску без определенного навыка, как говорится, и физической подготовки на глубине сложно. Вот. И относиться ко всему, к любому отдыху на воде. Не купайтесь, не отдыхайте на водоеме в одиночку. Это не только опасно, но и скучно. Впервые слышу такую рекомендацию, в одиночку нельзя отдыхать. Ну, в принципе, говорится, а перед кем вы похвастаетесь новым купальником, тем, как вы умеете плавать, как вы освоили сабборт или что-то еще. Кто, в конце концов, вас фотографирует. То есть, берите с собой компанию. Конечно. Потому что именно компания, говорится, в случае чего сможет позвать на помощь либо оказать помощь вам. Но еще самое главное, чтобы компания себя хорошо вела. И, наверное, именно вот в такие жаркие дни, когда люди находятся у водоемов, распитие спиртных напитков полностью под запретом. Потому что что может произойти? Спиртные напитки на водоеме, к сожалению, чаще всего приводят к каким-то негативным последствиям. Не только в плане, говорится, происшествий, кто-то утонул, но и просто для здоровья. Потому что перегрев на солнце, плюс спиртные напитки, холодная вода, возможно, проблемы с сердцем. Вы знаете, еще не рекомендуют врачи сразу нырять с головой. Тоже может быть какие-то перегревы. Такое тоже может быть. Скажите, пожалуйста, как люди реагируют на ваши рейдовые мероприятия? Охотно ли они берут памятки? И что всегда слышите в ответ? Знаете, по-разному. Кто-то воспринимается энтузиазмом. То есть готов выслушать, готов взять памятку, прочитать все то и что. Кто-то начинает показывать памятки, объяснять детям. Другие относятся к этому скептически, типа, что ходим, говорится, и зря тратим время. Как купались там, где не положено, там и будем, так и будем купаться. Ну, как говорится, время расставить все по местам. Тем не менее, работу мы свою продолжаем, продолжаем ее регулярно, продолжаем во всех направлениях, как я уже говорил, говорится, и по учреждениям, и по школьным учреждениям, и на водоемах непосредственно, и в том числе с рыбаками, и тем, кто на лодках плавает. Работаем, и будем работать дальше. Вы знаете, вот мне пришел такой вопрос перед эфиром, хочу тоже вам его задать в конце. Ваша компетенция это или нет? У нас есть водоемы в республике Хакасия, на которых запрещено кататься на скутерах, ну, на таких специальных водных мотоциклах. Это, насколько я знаю, Шара и Белё, но там люди пишут, что все равно продолжают гонять. Как вот с этим бороться, и вы боретесь ли вы с этим? Скажем так, что вопрос маленько такой интересный. Дело в том, что там не только на скутерах водных мотоциклов запрещено кататься, но вообще, то есть, на водномоторном транспорте. То есть, Шара, Белё и озеро Иткуль. Вот. Но наказать за катание на плавсредствах это в компетенции органов местного самоуправления. То есть, в данном случае данные статьи неподнадзорный ГИМС. Ну, то есть, получается, все правильно люди понимают? То есть, нельзя кататься на моторных лодках, на вот этих скутерах бензиновыми двигателями, которые, понятно, куда бензин уходит в воду, да, вот этих чистейших водоемов. Но наказать за это может только местная администрация. В Абакане распространяется запрет? У нас вот где можно кататься на таких средствах? Там, где нет пляжей. То есть, запрещено кататься, то есть, подплывать ближе 50 метров к пляжам, к местам отдыха людей. А так, в принципе, на водоемах, за исключением дренажного канала, запретов на эксплуатацию водно-моторных средств нет. Давайте еще у нас буквально несколько минут еще поговорим про наши две реки, которые есть в ореоле города Абакан. Это река Енисей, река Абакан. Вы сказали, что река Абакан, она такая достаточно коварная и быстрое течение есть, и вот такие маленькие водовороты, которые, к сожалению, приводят к трагедии. Когда отдыхает компания на берегу реки Абакан, сразу, где она должна выбирать место стоянки, нужно ли целенаправленно лететь на вот эти острова и так далее? Здесь будет зависеть то, какая цель у компании. Если просто отдохнуть на берегу, то места значения не имеет. Если не собирается купаться, то, как я уже говорил, выбирать место без быстрого течения, без видимых водоворотов и с пологим берегом, и, соответственно, не отправляться купаться в одиночку, ни в коем случае не оставлять детей без присмотра. не на минуту находясь возле реки, тем более такой быстрый. Потому что если дети пропадут из поля зрения, упасть в воду либо залезть в воду, подхватили течением, и помочь еще будет сложно. То же самое, наверное, какие-то такие же рекомендации к Енисею, да? Но только он еще несколько раз холоднее. Да, то есть в Енисеи гораздо холоднее, потому что не так далеко находится наша плотина, которая выходит из уже холодной вода, и проливаться она не успевает. Вы бы рекомендовали в Енисеи купаться? Я не могу рекомендовать купаться в местах, которые не оборудованы и не предназначены для этого. А вообще сколько у нас в Хакасии оборудованных мест на скидку? Пляжи у нас в Абакане 21. 21 оборудованный пляж, то есть хотите, выбирайте, да? На всех ли пляжах дежурят спасатели? То есть если уже говорится пляж и оборона, значит там обязательно должны быть спасатели? там обязательно есть спасатели. У нас впереди будут жаркие выходные, многие люди поедут отдыхать. Какие бы вы дали рекомендации? Берегите себя, берегите своих близких, не употребляйте спиртное при отдыхе на воде и научитесь плавать сами и научите плавать детей. То есть это совсем не сложно, если только захотеть? Конечно. А вот еще, знаете, бывает хорошая-хорошая погода, вот раз ураган налетел, молния, гром, купаться в грозу, в молнию можно, нет? Скажем так, можно-то можно, так говорится, но очень опасно, потому что находясь на воде, говорится, большая вероятность того, что в молнии попадет, говорится, именно в плавущего на воде человека. Так что, друзья, и вот такие рекомендации тоже просим вас соблюдать. Ну что, лето только, нет, нет, лето даже не только началось, а лето уже продолжается. Мы уже перешагнули через макушку лето, и ровно серединка, есть еще время нам с вами активно провести время на водоемах. Я благодарю вас, Александр, что вы пришли в нашу студию. Мы надеемся, что трагических происшествий в Хакасии будет меньше, и не только на воде, но и других сферах жизни человека. Наш эфир продолжается, берегите себя, берегите своих детей, всегда знайте о том, где они находятся, ну и, конечно же, не будет лишним повторить с ними правила безопасности на воде. Ну и, конечно, если у вас есть возможность, научите ребенка плавать и вместе проводите время. Эфир Абакан 24 продолжается, скоро вернемся. в следующем году. Продолжение следует... Продолжение следует...